В Genshin Impact много играбельных персонажей, и с выходом каждого нового обновления их число только растёт. Но несмотря на их количество и разнообразие, можно встретить похожих друг на друга героев, как например по скелетам модельки, особенно можно заметить среди женских персонажей, или можно встретить похожие анимации и умения. Но есть как минимум один персонаж в игре, который довольно сильно выделяется из общей массы. Йоу, прежде путешественник, меня зовут Фангерус, и сегодня в рамках рубрики мини-историй я расскажу тебе, почему Тарталия самый уникальный на сегодняшний день персонаж в Genshin Impact. Для полноты картины стоит немного коснуться истории Тарталии, или правильнее будет сказать Аякса, так как уникальность этого персонажа начинается с его предыстории. Как вы знаете, Аякс родом из Снежной, и раньше он был совсем другим человеком, до одного суббоносного момента, и это не вступление в организацию Фатуэ. В возрасте 14 лет Аякс убежал из дома, взяв с собой только короткий клинок и буханку хлеба, так как ему надоела монотонность семейной жизни. Заблудившись в Снежном лесу, убегая от медведей и волков, Аякс упал в бездонную трещину в земле. Там он увидел древний бескрайний мир и встретил таинственного Мастера Меча, а вернее Мастера Меча из Царства Тьмы, заметил этого чистолюбивого мальчишку. Проведя во тьме три месяца, Аякс научился у своего мастера свободному перемещению по бездне. Мастер Меча обучил Аякса разжигать конфликты с помощью его предрасположенности к хаосу. Никто не знал, что произошло с мальчиком в бездне, ведь тот об этом никому не рассказывал. Когда обеспокоенные мать и сестра наконец нашли его, в мире прошло всего три дня. Стоя в лесу с ржавым клинком в руке, Аякс вернулся со своего первого приключения, которое ознаменовало конец юношеских лет и начало его пути война. После длительного пребывания в бездне, Аякс сильно изменился. Он стал источником раздора, вязался в драги и постоянно искал возможности с кем-либо посостязаться, чтобы остановить упрямый пыл Аякса и научить того военной дисциплине, его отец в качестве вынужденной меры отдает своего любимого сына организации Фатуи. Но его надеждам не суждено было случиться. Неудержимая жажда битвы Аякса была полностью удовлетворена служению Фатуи. В конце концов, Аякс был избран одним из предвестников и получил титул Чайлд Тарталья. Собственно, по одной лишь истории можно заметить, насколько это необычный персонаж. Более того, несмотря на то, что Тарталья является предвестником Фатуи, в самой организации многие её члены, в том числе из числа других предвестников, его не сильно жалуют, всячески того упрекают и просто выражают своё недовольство за его воскомерие и воинствующий характер. В связи с этим, места действия всех операций, на которые отправляет Тарталью, происходят как можно дальше от Снежной, региона Криво-Архонта, зная то, что куда бы тот ни отправился, в этом месте неизбежно возникнет хаос. А теперь из лорных особенностей перейдём ближе к игровым механикам, которые выделяют Тарталью на фоне других персонажей, делая его по-своему уникальным. Во-первых, это первый играбельный персонаж, который является боссом в игре, к которому вы каждую неделю заходите в гости. Да, на этом примере можно вспомнить Сёгун Райден, но она по большей части является именно сюжетным боссом, к тому же этот персонаж относится к категории Архонтов, а таких играбельных героев сейчас аж целых три штуки. Плюс, не стоит забывать, что Тарталья является предвестником Фатуи, а эта организация на данный момент преподносится в сюжете как один из антагонистов в игре, то есть вы формально можете пополнить свою коллекцию персонажей злодеем, героем из противоположного лагеря. Но этот товарищ вам не товарищ. Не думайте, что после окончания сюжетки в Льюэ и присоединения в ваш отряд, Тарталья изменился и стал добрым поймальчиком. Помните, он по сей день является предвестником и верен царице, и то, что другие члены Фатуи в курсе того, что он составляет вам компанию в вашем приключении и всячески оберегает. Запомните один важный момент. Тарталья с вами только по одной причине. Он считает вас достойным противником, и хочет совершить этот путь и приключения вместе с вами до самого конца, чтобы однажды мы стали свидетелями того, как он покорит этот мир, и троны богов рушатся от его рук. А когда этот день настанет, и мир падет, вы могли схлестнуться в финальной смертельной дуэли. Во-вторых, стоит отметить уникальный геймплей Тарталья. Это первый персонаж, который одновременно может быть бойцом дальнего боя, что использует лук, и бойцом ближнего боя. Кстати, если вы повнимательнее присмотритесь к Тарталье во время использования гидроклинков, то можете обратить внимание, что его стиль боя идентичен стилю Вестника Бездны, что использует те же оружие и также двигается во время боя, которого мы можем встретить во время сюжетного задания, связанного с Близнецами, или Витой Бездне. Так как Тарталья довольно долго прожил в Бездне, это оставило свое отпечатление. При детальном рассмотрении этого персонажа, вы можете обратить внимание, что Тарталья это единственный герой в игре, у которого нет блеска в глазах. Если я не ошибаюсь, он один из тех, если даже не единственный, кто будучи родом из Теева Ата, оказался в Бездне. И вот еще какой уникальный момент. Тарталья мастерски владеет любым оружием, но использует он сейчас в основном лук, так как именно этим оружием он плохо владеет. И как с любым другим оружием, он хочет довести навык владения луком до идеала. Так вот, Тарталья это единственный, по крайней мере сейчас персонаж, который держит лук в правой руке, то есть он получается скорее всего является еще и левшой. Что ж, Мэй Чай, как и эта история, подошли к концу. Пишу свои мысли о Тарталье, узнал ли ты для себя что-то новое, да и в целом, что ты думаешь о возможности играть за одного из антагонистов, у которого даже обычная способность, форма духа. В оригинале при дословном переводе буквально означает форма короля демонов. Если тебе мой рассказ был по душе, то не забудь поставить лайк, а если ты здесь впервые, то буду тебе очень признателен за подписку на мой канал. Здесь ты найдешь истории и легенды из мира Геншин Импакт. Желаю тебе хорошего дня, еще увидимся, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok